Всем привет! С вами Айка! И очередное новое видео! Необычная рубрика для моего канала. Сегодня, наконец-то, мы с вами будем готовить торт из Пинтереста. Выглядит этот тортик вот так вот. Маме рассказала про свою затею, и мама сразу сказала купи готовые коржи. Потому что торт это одно из самых сложных в кулинарии. Это не просто там пожарить картошку или приготовить что-то из основных блюд. А так как у меня в этой области нет просто никакого опыта, мама сказала, что идея провальная. Но я так не думаю. В любом случае, это видео я собираюсь опубликовывать. Даже если торт получится просто ужасным. Я сегодня впервые в жизни буду готовить торт. И коржи тоже решила делать самостоятельно. А сейчас мы не будем терять ни минуточки нашего времени и направимся в магазин. Продолжение следует... К сожалению, мне не удалось найти ни ежевику, ни клубнику. Хотя я обошла 4 супермаркета больших. Видимо, уже не сезон. Поэтому я буду делать торт, похожий на этот, но, наверное, не копию этого торта. Надо было об этом подумать заранее, но, к сожалению, я не подумала. Ну что, собрала я волосы. Оделась максимально удобно. И давайте приступим. Работы у нас очень много. В супермаркете я никак не смогла найти разрыхлитель и ванилин. Дома увидела, что, оказывается, все это есть. И еще я забыла купить какао и дома обнаружила, что он у нас уже есть. Какая красота. Как хорошо иметь мамочку кулинара. Все есть. Не знаю почему, но у меня внутри такое ощущение, что все должно получиться просто идеально. Просто все будут в восторге от произведения искусства, которые я приготовила. И, возможно, я стану кулинаром. Не знаю, какое это у меня очень хорошее предчувствие. Начнем с приготовления коржей. Их у нас будет 2. В миску разбиваем 5 яиц. И взбиваем миксером. Поэтапно добавляем сахар. Все сразу добавлять нельзя. Когда масса утроится в объеме и станет белой, выключаем миксер. Добавляем масло и молоко и аккуратно перемешиваем. Муку и какао смешиваем. Добавляем 10 грамм разрыхлителя и перемешиваем. Добавляем нашу смесь по чуть-чуть в яичную массу. Аккуратно перемешивая, снизу вверх, не нарушая воздушность. Вы знаете, мои хорошие, мне кажется, я как-то маловато какао добавила. Смесь у меня получается такая серая. Мне нужно, чтобы она была коричневая. Поэтому добавляю еще чуток какао. Ну а теперь, конечно, другое дело. Беру две одинаковые формы для выпечки. У меня, к сожалению, две одинаковые нету. Но эту можно подогнать под эту. Поэтому я и так и сделала. И еще застелю фольгу. Так же, как сделала здесь. Залила я формы. И сейчас отправляю в духовку. Разогретую до 160 градусов на 35-40 минут. Пока что я не приступаю к приготовлению крема и начинки. Хочу посмотреть, что получится отсюда. А потом уже сделаю вывод, стоит ли дальше готовить. Или все-таки стоит закруглиться. Вроде как коржи у меня пекутся. Но почему-то здесь прям дует. Так раньше не было. Почему так происходит? Не знаю. Вроде режим правильный поставила. Погода, конечно, бомба. Открыла дверь на балкон. Сразу Твиксик пошел на балкончик. Прям пахнет у меня в квартире выпечкой. Уже пахнет. И мне сразу написала Первана. Говорит, я увидела в истории, что ты наконец-то решила приготовить торт. Я такая, ну да. Просто это еще больше ответственности. Если я потащу этот торт к ним на дегустацию. Я очень боюсь облажаться, потому что она офигенно готовит. И мне всегда как-то стременно перед людьми, которые хорошо готовят, показывают свои эти способности. Но я надеюсь, держим кулачки и надеемся, что все будет чики-пики. По идее, сейчас надо уже готовить крем. Но я думаю, сначала разберемся с коржами. Потому что самое сложное приготовить нормальный корж. И чтобы он хорошенько поднялся. А все остальное мелочи. Все остальное потихоньку сделаем. Там украшения, кремы, ты все легко лафа. Погодка, конечно, девочки. Просто кайф. Просто обалдеть. Ой, какой у меня бардак стоит на кухне. Но да ладно, все свои. Мама всегда говорила, что в процессе приготовления ни в коем случае нельзя открывать духовку. Но мне нужно проверить, готова или нет. Поэтому я беру деревянную такую вот шпажку. И втыкаем. Если она выйдет сухой, значит уже готова. Можно вынимать. Ой, какие красавцы получились, мои масечки. Сухая. Сухая. Почему-то один получился лучше, чем другой. Наверное, вытек, скотина. Два. Этот получился просто идеально. Просто надо дождаться, пока он высохнет. А вот этот, правда, не очень. Так как здесь у формы не было дна, он вытек просто сюда. Тут косяк формы. Не мой косяк, ребят. Ни в коем случае. Если было бы две одинаковые вот такие формочки, то тортик получился бы отпад. Тортик бы получился бы пушка. Вот в чем проблема. Я предполагала, что так будет, но просто у меня не было другого выбора. Здесь немножко он потек. А здесь было дно уже готовое, поэтому ничего не вытекло и получилось идеально. Скотина, что ты меня подвел? Что ты бездонный такой, а? Люди смотрят. Вот. Крем у меня тоже уже готов. Теперь надо разобраться с этими коржами. Вот это я перевернула один корж, чтобы он не оседал, так скажем. И посмотрите, какая попка у коржа. Идеальная просто. Теперь крем. Берем два яйца, сахар и крахмал. Перемешиваем. Немного молока. И добиваемся однородности массы без комочков. Затем добавляем оставшуюся часть молока. Ставим на плиту, варим до загустения. Учитывайте тот момент, что крахмал имеет свойство быстро загустевать. Поэтому обязательно постоянно перемешиваем. И снимаю для ютуба. Что? Делаю торт и снимаю для ютуба. Если следовать всем правилам, то надо ждать, что... Короче, вообще, по идее, нужно ждать, чтобы крем остыл, торт стабилизировался. Но мне некогда. Я решила все сделать. Мой торт, как хочу, так и делаю. В общем, получилось как-то так. Теперь ставим сверху второй корж. Я закончила. Как я украшала торт, я решила вам не показывать. Потому что я сначала... Сначала у меня была другая идея, потом вообще другая. В общем, то, что вы видели изначально на Пинтерест, у меня не получилось. Но! Я попробовала сделать немножко по-другому. И сейчас вам покажу. У меня вокруг такой бардак, что я даже не знаю, как вам показать. Где бы вам показать? Не обращаем внимания на задний план. Посмотрите, какая красота. И он очень-очень вкусный, поверьте мне. Правда, совершенно не похож на тот, что в Пинтерест. Но, блин, не получилось сделать, как там сделала, как получилось. То, что есть дома. Шоколад не нашла, потеки не смогла сделать. Банан. Я люблю, когда банана много. И что мы сейчас делаем? Берем этот торт и идем к брату. На дегустацию. Посмотрим, что он скажет. И вот, что у меня вокруг получилось. Такой бардак. Все это оставляю как есть. Беру тортик и в путь. Слава богу, месяц назад я купила тортницу. Поэтому перевозить будет легко. Оп! Готово. Смотрите, какой красивый торт. Я просто поняла, что у меня очень мало опыта. Мне надо поднабраться опыта. Но для первого раза, мне кажется, отлично. Учитывая, что здесь не готовые коржи, а я все делала самостоятельно. Еще немного себя похвалю. Так уж и быть. Я не делала ни по какому рецепту. Я просто нашла в интернете, как делать коржи. И уже крем придумала походу сама из того, что есть дома. Дома был крахмал, сахар. И я справилась, я считаю. Так, сейчас я переодеваюсь и идем дегустировать вместе с братом, его женой и детьми. Очень удобно переносить в этом торт. Вообще, как будто просто сумочка, ничего не разваливается. Все отлично. Будем пить чаек. На улице пасмурная погода. Это настроение какое-то, знаете, такое мрачное. И самое то, с близкими сидеть и пить чай. При транспортировке он немножко у меня здесь развалился. Ну а так нормально. Сейчас будем чай пить. Ой, я прям в попыхах. Вдруг мы обнаружили, что Сонечка пропала. Начали искать. Сначала на нижних этажах, потом на верхних этажах. Но у вас такая классная соседка. Такая, знаете, загорелая, в коротких шортах. Такая чикуля. И она нам такая, вы ищите кошку. И мы такие, да, да, да. Она у меня. Как она забежала туда, я не поняла. У нее такой большой голубой диван был. И вот за этим голубым диваном и была Сонечка. И мы ее хотим достать. Она такая, я здесь остаюсь, прикинь. А там у нее, видимо, кот. Такой белый. Да. Она сразу нашла себе. Такой красивый кот был у хозяйки. Но соседи вообще хорошие у вас, я тебе так скажу. Прям вообще приютила. Ему корм даже оставила на предель покормить его. Как он зашел, я только не поняла это. Ну, самое главное на что? Нет, она мяукала. Она идет мяукой. Она думает, что это Маша. Она стоит мяукой. Какой этаж был? Выше один, по-моему. Нет, это было где-то одиннадцатый, если не ошибаюсь. Одиннадцатый, наверное. Ну, соседка такая была классная. Мне она понравилась. Свойская. Ну что, пошла дегустация. Посмотрим вердикты. Ну, что болит там? Вообще шикарно. Шикарно. Если даже плохо, хвали. Почему плохо? Отлично. Хорошо? Я уже дома. Торт был очень-очень вкусный. Мы посидели, попили чай. От тортика уже ничего не осталось. Уже пустую свою тортницу я принесла домой. И дома меня ждет гора просто посуды и ласковый твикс. Заляпала я шортики. Ну, а как же без этого? А еще взяла вот такую книжку почитать у Карваны. У него много интересной литературы, как и классика, так и просто детективы, романы. Хочу начать читать. Я раньше очень любила, когда была подростком, очень много книг читала. Но не классику, а просто художественную литературу. Я думаю, в день хотя бы полчаса читать. Теперь самая интересная и занимательная часть приготовления блюда. Надо обязательно все это убрать. Да, здесь работаем минимум на час. Может, даже на полтора. Но ничего, руки боятся. Или как? Глаза боятся, руки делают. Погнали. На все расходники торта я потратила 15 манад, что делает 643 рубля. Но надо учитывать тот момент, что некоторые продукты у меня были дома. Например, такие как яйца. Это деревенские яйца, которые я привезла из деревни. А кое-что осталось. Например, муку я использовала всего чуть-чуть, а все остальное осталось. Или, например, сахар и масло. Масла мне вообще на 2 месяца хватит. Поэтому плюс-минус получается почти так же, как и в магазине. Но надо учитывать тот момент, что в магазине это все не натурально. А здесь вы готовите собственными руками из натуральных продуктов. Поэтому лучше, конечно, готовить самим дома. Или же покупать домашние тортики. На этом все. Если задать мне напрямую вопрос, получился ли торт из Пинтереста, конечно же, нет. Но если вы хотите и вам интересен подобный формат видео, я могу снять вторую часть, где я уже с опытом подхожу ко всему этому и готовлю точно такой же торт, который мы рассматривали в этот раз. Если вам понравилось это видео, то пишите комментарии, подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами была Алька. Пока!